Пермский политех собрал 14 международных исследовательских групп. Все проекты получили финансовую поддержку. Ищут куда потратить фонд обязательного медицинского страхования. Сэкономят около 2,5 миллиардов рублей за счет федеральных поступлений. Пермская компания PlayKey представляет свой проект в Финляндии. Предприятие рассчитывает найти потенциальных инвесторов за рубежом. Новости на РБК Перм. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. В Прикаме стартовала пятая конференция инновационной модели международной интеграции в науке. Она проходит в Пермском политехе. Ведущие ученые совместно с зарубежными коллегами обсудили работу совместных исследовательских групп. Они созданы для помощи ученым в выполнении исследований в рамках международного сотрудничества и продвижения работ на мировой уровень. Также коммерциализации научных разработок. С 2011 года в Прикаме реализуется проект по предоставлению этим группам субсидий. В этом году презентуют 14 проектов из физико-математической, биологической и химической отраслей. Согласно проекту бюджета Края, в этом году в программу поддержки исследовательских групп заложено около 16 миллионов рублей. В региональной казне предусмотрено продолжение финансирования этой программы до 2019 года. Может быть сокращается немножко финансирование, сокращается количество проектов, которые поддерживаются. Но сам посыл на то, чтобы наши ученые работали с мировыми научными центрами, чтобы они тянулись за передовыми научными исследованиями, вот он остается. И надеемся, что в данном случае политика будет продолжаться. На один этап научного проекта предоставляется ежегодная субсидия 2 миллиона рублей. Эти средства выдаются для реализации научного проекта продолжительностью от 1 до 3 лет. Фонд обязательного медицинского страхования дополнительно получит из федерального бюджета 1 миллиард 100 миллионов рублей. Это исполнение приказа президента по дорожной карте. Информацию сегодня озвучили на рабочей группе в Краевом парламенте. Эти деньги рассчитаны на 2017 год. В 2018-м дополнительная сумма составит 3 миллиарда 300 миллионов рублей. В 2019-м 4 миллиарда 200 миллионов. С учетом дополнительного федерального финансирования бюджет регионального фонда на 2017 год составит почти 28 миллиардов. По словам докладчиков, в целом Пермский край получит примерно на 2,5 миллиарда больше, чем может потратить. Сейчас специалисты фонда совместно с Минздравом прорабатывают вопрос, куда лучше направить сэкономленные средства. Крупнейший по оборотам региональный банк Урал-ФД за год утроил чистую прибыль. Она составила чуть более 160 миллионов рублей. Компания опубликовала финансовую отчетность по международным стандартам за три квартала года. В самой компании прирост назвали незначительным и локальным успехом. Добиться улучшения финансовых показателей удалось прежде всего за счет полномерного сокращения издержек ведения бизнеса. Кроме того, в течение последних двух лет банк за счет гибкой работы с пассивами и активами смог увеличить на 20% чистый процентный доход до 900 миллионов рублей. Мы активно работали с комиссионным доходом и увеличили долю комиссионного дохода в прибыли и абсолютное значение комиссионного дохода на 30%. Тем самым мы смогли повысить рентабельность капитала и своих собственных активов. В компании отметили, что в целом активы банковской отрасли падают. В Урал-ФД на сегодня наблюдают два противоречивых тренда. Незначительно снижается розничный портфель. Корпоративный, наоборот, начал расти. В четвертом квартале банк планирует сформировать достаточный объем резервов. Руководство пермской компании PlayKey ищет потенциальных инвесторов для своего проекта на ежегодном международном форуме высоких технологий SLASH. Он проходит в эти дни в столице Финляндии. По словам руководства PlayKey, отдельное внимание на форуме будет отдано международным инвестиционным фондам, которые являются традиционными гостями мероприятия. Пермское предприятие, специализирующееся на облачных решениях по принципу видеостриминга компьютерных игр, рассматривает возможность сотрудничества с ними. Подробности предварительно достигнутых договоренностей компания пока не раскрывает. Также руководство подтверждает, что сейчас основная задача масштабирования бизнеса на международном рынке. Мы запустили в Великобритании продукт в апреле этого года. Сейчас мы сфокусированы в основном на России, но планируем в начале следующего года и весь 2017 год и фокусироваться именно на рынке европейском, потому что он более доходный, то есть там уровень жизни выше и, соответственно, средний чек существенно выше. На текущий момент продажи компании за границу составляют не более 10% от общего объема. Основные рынки для продвижения, в которых заинтересован российский сервис, это Германия и Франция. В этом году компания уже поставила туда свои серверы с целью увеличения клиентской базы. К октябрю этого года более 300 тысяч человек хотя бы раз сыграли через сервис PlayKey. Это пока все. Больше новостей на нашем сайте в интернете. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова